Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина и сегодня в гостях у нас Наталья Кострукова, начальника отдела управления Министерства юстиции Российской Федерации по Хакасе. Здравствуйте, Наталья. Граждане России у нас могут бесплатно получить юридическую помощь. По какими законами закреплено это право? Основополагающий документ, в котором закреплено право граждан на получение бесплатной юридической помощи – это Конституция РФ. Основные гарантии реализации этого конституционного права установлены Федеральным законом о бесплатной юридической помощи в РФ. В каждом регионе РФ приняты свои региональные законы во исполнении данного федерального закона. В Республике Хакасия также действует свой закон, который называется «О бесплатной юридической помощи в Республике Хакасия». Данный закон устанавливает дополнительные гарантии реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи, в том числе значительно расширяет перечень категорий граждан, которые имеют право получить бесплатную юридическую помощь. Случаи, в которых оказывается эта юридическая помощь. В законах федеральном и республиканском можно найти ответы на вопросы, кто в праве получить бесплатную юридическую помощь, кому следует обратиться за получением этой помощи, в каких случаях, какими документами гражданин должен подтвердить право на получение бесплатной юридической помощи, и урегулирован ряд других вопросов. Эти два закона взаимосвязаны между собой, и изучать их необходимо в совокупности. Но, к сожалению, не у всех есть доступ к этим законам. Может, мы обозначим вот эти категории граждан, которые могут претендовать на бесплатную помощь? Их достаточно много. Все я, конечно же, не успею указанное, обозначенное нам время предоставленное перечислить. Я назову несколько. Например, в федеральном законе установлено более 20 видов категории граждан, которым предоставляется право на получение бесплатной юридической помощи, и более 30 случаев, в которых эта помощь оказывается. Законом Республики Хакасия предоставляется право на получение бесплатной юридической помощи, дополнительно еще 9 категориям граждан. Также расширяется перечень случаев. Ну, например, это малоимущие граждане, то есть граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, или одинокопроживающие граждане, доход которых ниже величины прожиточного минимума. Это ветераны Великой Отечественной войны, герои труда Российской Федерации, герои Советского Союза, герои социалистического труда, герои Российской Федерации, многодетные семьи, родители, воспитывающие несовершеннолетних детей в неполных семьях, граждане, оказавшиеся в трудножизненной ситуации, дети-инвалиды, дети-сироты, также лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, если граждане обращаются за получением бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов этих детей. К числу случаев, в которых можно получить бесплатную юридическую помощь, в законах отнесены, например, восстановление на работе, взыскание алиментов, внесудебное обжалование актов государственных муниципальных органов и организаций и другие. Здесь важно знать о том, что для того, чтобы получить бесплатную юридическую помощь, необходимо, чтобы были соблюдены одновременно эти два условия. И гражданин относился к определенной категории, и случай, с которым он обращается, также был предусмотрен в законе. Но вообще, как к человеку самостоятельно сориентироваться, имеет он право на эту помощь или не имеет? В первую очередь, человеку необходимо в законе найти категорию, к которой он себя относит. В федеральном законе или в законе Республики Хакасия. Убедившись, что такая категория есть, далее он находит случай, с которым он планирует обратиться за бесплатной юридической помощью. Если совпало первое-второе, гражданин имеет право на получение бесплатной юридической помощи. Но в законе есть еще ряд условий, которые также необходимо учитывать. Например, несмотря на то, что гражданин и относится к определенной категории, и случай его совпадает со случаем, установленным в законе, но тем не менее, помощь ему бесплатно не будет оказана, если ранее он разрешил свой вопрос в судебном порядке, имеется вступившее в законную силу решение суда. Или, например, прокурор обратился в защиту прав и законных интересов этого гражданина в суд. На сайте информация вся эта есть. Граждане могут, обратившись на сайт управления Министерства юстиции, найти там специальный раздел, бесплатная юридическая помощь, на котором размещены все тексты нормативных правовых актов, причем не только законы, но и подзаконные акты по вопросу оказания бесплатной юридической помощи. Там же можно найти много другой полезной информации. Но, наверное, нужно доказать, что ты человек, который попал в трудную жизненную ситуацию, или воспитываешь ребенка одного, или материально неблагополучная семья, какими-то документами это нужно сделать? Ведь так же не придешь и не скажешь. Совершенно верно. Нужно подтвердить право на получение бесплатной юридической помощи. Поскольку это право носит заявительный характер, то в первую очередь это будет заявление, установленное законом в Республике Хакасия в форме. Далее вторым документом будет паспорт гражданина Российской Федерации, его копия, точнее, или иной документ, удостоверяющий личность. Третий документ – это документ, подтверждающий или документы, подтверждающие отнесение гражданина к одной из категорий, перечисленных в законах. Какие это документы могут быть? Например, для многодетных родителей это будет удостоверение установленного образца многодетной семьи и так далее. То есть в каждом конкретном случае подтверждается своим документом. Для, допустим, коренных малочисленных народов это будет копия свидетельства о рождении, справка с места жительства. И в определенных случаях также предоставляются документы, обосновывающие право гражданина на получение бесплатной юридической помощи. В данном случае эти документы не поименованы в законах, поскольку в каждом конкретном случае представляется свой пакет документов. Ну а к кому обратиться, куда обратиться, чтобы при необходимости получить вот эту самую помощь? Перечень достаточно широкий, поскольку нашим законам республиканским также он расширен. И на сегодняшний день в республике Хакасия можно обратиться за получением бесплатной юридической помощи. Во все территориальные органы, федеральных органов исполнительной власти и подведомственные им учреждения. В органы исполнительной власти республики Хакасия и подведомственные им учреждения, перечень которых утвержден постановлением правительства республики Хакасия. В государственные внебюджетные фонды к уполномоченному по правам человека в республике Хакасия, к уполномоченному по правам ребенка в республике Хакасия, к 31 нотариусу, занимающемуся частной практикой в республике, к 57 адвокатам республики Хакасия, все они являются членами адвокатской палаты республики Хакасия, и в юридическую клинику Института истории и права Хакасского государственного университета, который на сегодняшний день является пока единственным участником негосударственной системы бесплатной юридической помощи, все остальные перечисленные участники, это участники государственной системы. Ну и теперь, что касается видов оказания бесплатной юридической помощи, они перечислены в статье 6 федерального закона, это консультирование в устной и письменной форме, составление жалоб, заявлений, ходатайств и других документов правового характера, и представление интересов гражданина в судах, государственных, муниципальных органах и организациях. Разные участники государственной системы оказывают разные виды бесплатной юридической помощи, например, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, в том числе и управление Министерством юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия, осуществляют консультирование в устной и письменной форме в соответствии с предоставленной компетенцией на основании федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. Но я остановлюсь немножко поподробнее на таких участниках государственной системы, которые оказывают все виды бесплатной юридической помощи, начиная с устного консультирования и заканчивая представлением интересов гражданина в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. Это адвокаты, адвокатская палата Республики Хакасия. Как я уже сказала, их 57 включены в список. Информация у них находится на сайте адвокатской палаты Республики Хакасия. Там все контактные данные, кроме фамилии, имени, отчества, есть и телефон, и адрес адвокатского образования, куда можно обратиться, и часы приема граждан. Информация обо всех участниках, как государственной, так и негосударственной системы, также находится на нашем сайте. Имеются перекрестные ссылки, в том числе на сайт адвокатской палаты Республики Хакасия. Информацию о порядке получения бесплатной юридической помощи мы всегда готовы предоставить гражданам, как в телефонном режиме, так и на личном приеме. Ну а вообще это востребовано у нас, эта услуга? Вот как раз я сегодня здесь для того, чтобы рассказать гражданам об их праве воспользоваться, о праве на получение бесплатной юридической помощи. К сожалению, по-видимому, информации не настолько много и недостаточно. Не все знают, что они могут воспользоваться таким. Не все знают, что у них есть такое право, да. И вы не просто ведь даете консультации, но и представляете в суде. Вот адвокаты, как я сказала, адвокаты могут представить интересы в суде. Ну, спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была Наталья Кострукова, начальника отдела управления Министерства юстиции Российской Федерации по Хакасии. Спасибо, что были с нами. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok